У нас тут елочку уже устанавливают, снега, конечно, еще немного, но мне, в принципе, и нравится, когда его много нет. Еще, видите, у нас даже на лошадях ездят. Раньше очень часто на лошадях можно было видеть, а сейчас такой вот такой единичный случай, и вот такая елочка у нас уже даже звезду поставили. Скоро Новый год. Все, можно? Я вам хочу показать, сходила, купила, докупила того, что не хватало. Пластилин. Взяла вот такой обычный классический пластилин, 8 цветов. Я думаю, для субботней школы, там для трудов им хватит. Такой пластилин, вот. Здесь есть ножичек, все цвета необходимые. не так часто будет труд, я думаю, подойдет. Так, это же два пластилина. Карандаши цветные. Взяла вот такие 12 цветов. У них там есть еще карандаши, но там где-то больше, меньше. Ну, пускай, думаю, будут, как я говорила, новые карандаши, как раз потом тоже и для школы еще пригодятся. Тоже, естественно, в двух экземплярах. Бейджики. Вот, я купила обычные такие бейджики за 95 копеек. Видите, они как бы как раз и хватит имя написать, нужно им будет, фамилию даже не обязательно, и написать там в классе, как они их будут делить. Там будет разделение класс «Солнышко», «Радуга», какие-то еще, ну, как бы предостаточно. Чем покупать, как я говорила, за почти 3 рубля один бейджик. Вот, вот этого вот для субботней школы очень даже и хорошо. Ну, вот на булавочке так вот крепится. Вот, видите, очень хорошие бейджики. Потом купила досточку. У нас где-то были, но они уже такие все подпорченные пластилином. Ну, как бы, пускай будут тоже новые досточки. Ну, и с такими вот, как правильно они называются, тоже палочки эти для работы с пластилином. Две, соответственно. И купила, чтобы не брать целую упаковку, взяла вот надо белые листы бумаги, чтобы если что-то им надо распечатать какие-то задания. 20 листов бумаги на одного. Здесь вот в упаковке 10 листов. Поэтому купила 4 такие упаковки, каждому по 2 упаковочки в файликах. Это тоже нужно занести будет в школу. И за вот такой вот небольшой, в принципе, набор, 2 пластилина, 2 карандашей, 2 бейджика, 2 досточки и бумага, я заплатила 30, 35, 96. Почти 36 рублей. Вот такие вот покупки, вот такие подготовки. Это еще надо докупить салфетки влажные и бумажные салфетки. Тоже, чтобы у них лежали. Мало ли там, когда руки вытереть или что-то такое. Ну и тоже такие мелочи. Это я потом докуплю у нас в магазине. Так что самое основное уже все закупились. На ужин у нас сегодня печеночные, не смотрите, что они темные, это из печенки. Такие вот печеночные как бы оладьи, котлеты. Сделала ребятам с пюрешечкой. Вот здесь вот. И рецепт я сняла для шоц. Я потом сделаю, смонтирую и вывожу. Очень получаются вкусненькие. Так что можете смотреть и пробовать. Я еще хотела вам показать. Вот видите. Хотела показать капуста. Вот такая вот вкусная. Это делала не я, это делала не мои родители. С бураком. Не маринованная, но очень вкусная. Мне очень она понравилась. Я взяла у них рецепт и тоже хочу сделать. Делается быстро и легко. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вот. Так что сделаю, когда тоже эту капусту. Тоже хочу снять. У нас бураком вместе. Да, это перчик маленький, черненький горошек. Так что вот такой вот у нас вкусный ужин. Вот все. Кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Поехали. Пока ребята занимаются спортом, я сейчас буду собирать сумочки. Завтра в субботнюю школу уже идти. Уроки у них будут завтра математика, обучение грамоте, развитие речи и музыка. Так что сейчас нужно будет сложить. Вот я купила еще им салфетки и влажные тоже салфетки. Бумажные и влажные салфетки. Сейчас будем все это складывать, то что им пригодится в школе. Влажные салфетки и влажные салфетки. Салфетки и влажные салфетки обжимаемых салфетками. Угод Салфетки и влажные салфетки. Сейчас будут летать за влажные салфетки. Поверные салфетки. Кас cameraman показывает. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, собрала я уже сумочки для ребят Для сумочки сейчас я покажу, какие завтра я сложила им вещи с собой Что положила, тут кое-что сходила, докупила Так, это у нас Арсений Его сумочка, так, здесь у нас лежит, ну вот эти вот файлики с белой бумагой, что я говорила вам Разукраску я положила, завтра вроде бы нету предмета Для каких сказали разукраски подойдут Ну, я думаю, пускай лежит, мало ли, там на переменках порисовать захотят Вот, две тетрадки положила, потому что у них математика завтра И орфография тоже завтра будет, так что тетрадки положила Подписала карандашиком, не знаю, что там есть С собой возьму и ручку, конечно же, и маркер возьму черный, если что-то надо будет подписать Ну, так я взяла обычные пенальчики, потому что потом надо будет первому классу покупать хорошие большие Пока, я думаю, подойдет и такой просто обычный пенал Вот здесь у нас лежит тоже просто ручка синяя и простой карандаш А, ну и точилку сюда положили И точилка Стирка у нас сюда не поместилась, потому что стирка у нас большая Вот это вот с цветными карандашами Тоже пенальчик, это еще садик, а в пенал, так что Карандаши подточила, чтобы было лучше писать Так, что у нас еще? Вот это вот я им купила на перекус Такой вот нежный бисквит с банановой начинкой Сказали, можно какую-то печенечку взять, что-то такую водичку тоже Вот такую маленькую бутылочку взяла Ну, с такой удобной пробкой, чтобы закрывалась И все, вот еще вот такую вот я взяла Батончик им тоже вкусный с собой на перекус Я думаю, вполне достаточно С полдесятого до двенадцати, тем более, с учетом того, что они дома покушают Этого очень даже и много Вот, белые салфетки обычно я вам показывала, положила Вот стирка, вот такая вот Она сюда не помещается, просто лежит в пенале, если вдруг нужно будет Я просто списки не была, но я уже сама сказала Разве есть простой карандаш, то пускай будет и стирка Ну и влажные салфетки Вот такие, все На завтра у нас это все И вот бейджик я подписала Арсений Козловский И сейчас еще подпишу, как у них будет называться их класс Я сейчас Леру забирала, там уже висят списки, висят расписания, звонки, все Висит, у меня все сфотографировала Сейчас надо записать в каком они классе, номер класса, чтобы было все понятно А еще про субботнюю школу хотела рассказать, что так немножко обрадовала, когда я посмотрела списки, которые вывесили Четыре класса там будут в субботнюю школу ходить И обрадовала то, что на собрании, когда я ходила на прошлой неделе, сказали, что в первый класс будут набирать Предположительно планируется 88 человек Получается где-то по 22 человека в классе У Леры было меньше, у нее набирали 80 человек по 20 в классе в каждом А здесь немного больше планируется А в списках на данный момент в субботнюю школу 57 человек всего лишь Но я понимаю, что может быть кто-то не ходит, может быть кто-то еще переедет, там уедет Но все равно уже радует то, что намного меньше людей планируют ходить Потому что, как правило, люди, кто собираются идти в школу, поступать те и идут в субботнюю школу Чтобы как-то подготовиться, как я говорю, познакомиться с учителями И немножко радует то, что набор в субботнюю школу небольшой 57 человек всего лишь, потому что мы не по прописке в гимназию попадаем И те дети, кто не по прописке, то нужно, так скажем, свою очередь дождаться Отдельная очередь Вначале идут, естественно, дети, кто по прописке к школе относится А потом уже, когда остаются места, то добирают детьми с других районов Которые не попадают, так скажем, в этот список Вот мы не попадаем И с Лерой тоже были в другом списке Ну там, говорю, что когда вот Лера поступала, то всех детей взяли Всех желающих, все поступили, кто хотел В прошлом году 6 человек не взяли Было на 6 детей больше, чем запланировано место Будем надеяться, что когда Арсений и Данила будут поступать То возьмут всех и все поступят в эту школу Как бы я хотела бы, судя по субботней школе И по данным, какие сказали на первый класс, что будут набирать То как бы у меня такие радостные, положительные планы Что будет все хорошо Ну и вот, у нас уже настало утро субботы Ребята готовы Посмотрите, какие красивые будущие первоклассники Сейчас я тоже соберусь И мы пойдем в школу Так что все, пожелайте удачи мальчишкам Я знаю, что они молодцы, они справятся Вот видите, сумочки, все готовы Такие вот красивые у меня Если что, продаются в светофоре Вот, так что можете, если кому-то тоже нужно, обязательно идите и покупайте Арсюш, покажись Все, вышли мы в школу На улице у нас туман Вот, погода снег растаял опять Снега нету А туман есть? А туман есть Вышли немножко пораньше Потому что, чтобы спокойно дойти Найти класс Раздеться Сменку переодеть Все, так что идем Вот тут наши сумочки Наша сменка Все Расскажем, покажем потом Как прошел у нас первый день В подготовительной школе На третий этаж, Данечка Так, пойдем сейчас Катя, где 315 класс Так, 300 Вот сюда, пошли сюда Видите, там указатель Указано, какие классы Направо Пошли, пошли Пойдемте Вот здесь вот библиотека, видите Школьная Ничего же не было Звонка, не было начала урока Да, еще можешь пока отдохнуть Ну что, мы уже с ребятами дома Уже давно Пришли со школы Первый день закончился учеба Все понравилось Все хорошо Пошли уже туда на стол Все у них получалось Вот там были уже какие-то задания Они там выполняли Они уже свои первые плюсики Заработали на уроке Вот Волновались Очень сильно волновались Было видно Парсению волнуется Когда начинают много разговаривать Вчера ложились спать Все, пошлите спать У нас завтра очень важный день Мы первый раз в школу идем Тоже И когда уже ложился спать Говорит, мама Знаешь, что самое Что завтра не самое страшное У нас идти В подготовительную школу Самое страшное Это пойти в первый класс Я говорю, что все же не переживаю Говорит, это не так страшно Вы все знаете Они считают Пишут, считают Я думаю, им должно быть несложно Вот, так что Ну, где-то будет что-то не получаться Всегда поможем и подскажем Сегодня они с утра тоже Когда уже сказали Что родители могут уходить из класса Вижу, по ним они стали Еще больше переживать Волноваться Данила тут волнуется Всегда все в себе держит Так особо эмоции не показывает Ну, видно было, что волновались Ребята хорошо Но, когда забирала Уже были наоборот довольны А счастливы И поняли, что не все так страшно Как Артений говорит Все довольно-таки неплохо И Даша бы сказала Что легко и просто Вот Сейчас я уже буду готовить Детям обед Они гуляют, отдыхают Первый школьный день закончен Можно отдохнуть теперь Так что вот так вот у нас Началась субботняя школа Подготовка Будущей к школе Вот Теперь в следующую субботу Новые уроки, новые учителя Ну, а на сегодня уже буду заканчивать Буду заниматься домашними делами Все Всем до скорой встречи Будем рассказывать Как будут проходить наши занятия Наши уроки Если что-то интересное Будем снимать Всем до скорой встречи Всем пока Не забывайте ставить лайки Пишите комментарии И до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok